Об отдыхе в жарких странах большинство из нас думать сейчас не приходится, но кое-кому удается вырваться на юг при соблюдении всех действующих ограничений. У нас в студии блогер Ирина Шиблер, которая в феврале стала пассажиром первого чартерного рейса из Сталина в египетский Шарм-эль-Шейх. И мы приветствуем Ирину в нашей студии. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну, когда только открыли границу, ты, как человек, соскучившийся по путешествиям, наверное, долго не думала, посмотрела, куда можно и сразу поехала. Или все-таки долго выбирала? А, нет. Я выбрала уже в январе, еще до того, как запустили какие-то перелеты. Очень хотелось поехать куда-то погреться. И я выбирала, куда. Выбор небольшой был, собственно. Был очень маленький выбор. Самой было трудно выбирать. Перелеты вроде можно было найти. Далеко. То есть я не хотела лететь в Мексику, я не хотела лететь на Мальдивы. Я связалась с Тест-Турс, спросила, отправьте меня куда-нибудь. Мне посоветовали подождать, потому что они знали, что скоро откроются чартерные рейсы. По-моему, на Тенерифе и в Шарм-эль-Шейх. Я была очень-очень готова. Я думаю, что я купила билеты ровно в тот же час, когда они открыли. Но в Шарм-эль-Шейх это не новое для тебя место. Ты жила там несколько лет. И, в общем, тебе там все хорошо известно. Куда пойти, где отдохнуть и чем заняться? Да. Мы там жили пять лет, когда мой супруг управлял одним, двумя отелями. Пять лет. Прекрасное воспоминание. То есть, в принципе, я летела как домой. С радостью. Самолет полный был? Да. Самолет из Сталина был полный. Когда мы летели обратно через две недели, было несколько свободных мест. Кто-то решил остаться. Ну, какие-то сомнения вообще были? Потому что ведь очень много людей попали в ловушки. Они планировали отпуск, они заплатили за билеты, за проживание. И в итоге остались ни с чем, потому что все отменяется, все очень нестабильно в этом мире. Вот здесь как ты подготовилась к тому, чтобы все гарантированно прошло хорошо? Единственное, за что я переживала, на самом деле, даже не отмена рейса, а тест. Сейчас очень трудно пройти тест. Я бы, пожалуй, легче сдала какой-нибудь тест на эстонский, английский язык, что-нибудь еще. А в чем трудность была? Трудность была в том, что когда читаешь новости, смотришь новости, говорят, что позитивный результат берется неоткуда, человек здоров, вдруг ему позитивно. То есть ты боялась, да, что вдруг сейчас позитивно и тогда... Кстати, что в таком случае было бы? Ты, наверное, этот вопрос узнавала тоже в той фирме? Да, да, я очень хорошо. Тогда бы тебе можно было перенести, да, рейс или что? Нет, я подготовилась, узнала, Салва Кинтлостус делает, единственная, по-моему, фирма сейчас, которая делает страховку от ковид. То есть я купила, допустим, в понедельник тур, билеты, во вторник я сделала страховку. Страховка покрывает возможность того, что у тебя вдруг позитивный тест за три дня до перелета, и тебе компенсируют затраты, которые ты купил, допустим, отель. То есть все затраты или какой-то процент только один? Все. Плюс, если ты заболеваешь во время путешествия, они компенсируют затраты на лечение. Ну смотри, тест нужно сделать было за 72 часа до вылета, да, и по возвращению снова? Да. И тогда в карантине тебе пришлось сидеть по возвращению? Когда мы вернулись сразу же в аэропорту, мы сделали тест, негативный, соответственно, и я до сих пор пытаюсь выяснить, надо ли мне делать этот второй тест через неделю. Но, в принципе, я не особо выхожу из дома, то есть я не контактирую с кем-то. Ну, хорошо, а как там в Египте? Ведь есть опасность тоже, что можно засесть где-то в гостиничном номере, и тебе запретят выходить куда-то за пределы вот этой гостиницы. Как там дела обстоят с безопасностью, заболеваниями, что там? В самом Шарм-эль-Шейхе заболеваемость крайне низкая, то есть это если кто-то с какой-то неправильной справкой или по пути в полете заразился. То есть я не слышала, я спрашивала, как у вас ситуация, а все нет, все в порядке. Больше случаев в Каире, где люди живут по 15 человек в одной квартире, то есть там такие условия, что заразиться легче. Ну а какие-то прочие ограничения, скажем, ношение маски, это требуется? Нет, ношение маски требовалось только в самолете, когда мы летели. В отелях, в аэропорту везде обслуживающий персонал носит маски, официанты, уборщики, все. Туристам... от туристов этого не требуется. Интересно наблюдать, когда в первый день приезжают новые туристы в отель, их везут в номер на этом маленьком клубкаре, и они в масках. И смотрят вокруг, ошалевшие, как это люди, столько людей, все без масок. То есть это было интересно. На второй день они уже сами снимают и будут как все. Ну а как поменялось, например, обслуживание? То есть раньше можно было подойти к столу, шведскому взять самому еду, здесь теперь какие-то другие правила и ограничения? Да. Сейчас нам повезло, это был очень хороший отель, там пять а-ла-карт ресторанов, несколько баров. То есть ты приходишь, тебя обслуживают как в ресторане, приносят тебе персонально на твое блюдо. Шведский стол в отеле, допустим, ты приходишь на завтрак, все столы, естественно, накрыты уже. Ты выбираешь себе столик, расстояние между столами достаточно большое. И если ты хочешь, например, пойти взять свой омлет, ты подходишь, и тебе повар выдает его на тарелки. То есть ты пальцем показываешь, я хочу вот это вот. Также ты проходишь, добавляешь туда кусочек лосося, салатика, еще чего-то. То есть непосредственный контакт с ложкой или с приборами, с какими-то, имеет только повар, который в перчатках, в маске. То есть там совершенно все... Ну вот по фотографиям мы видели, что тебе удалось выехать действительно за пределы гостиницы. Насколько спокойно там можно себя чувствовать на улицах? Совершенно спокойно. Изменилось только то, что закрылось множество сетевых, международных сетей, скажем, магазинов и ресторанов. Например, Starbucks, Carrefour, некоторые магазины, то есть их количество сократилось. Люди есть на улице, люди есть в ресторанах и в барах. То есть мы поехали посмотреть, что нового. Вот это, например, мечеть. Построена новая мечеть, совершенно прекрасная. В Шар-Майшейхе она находится, да? Да, она находится на старом маркете, Old Market, где можно купить фрукты, сувениры, что угодно. То есть само по себе гулять по этому маркету очень интересно. Но экскурсии проводятся, на те же пирамиды можно поехать. Да. То есть я не пыталась никуда улететь, пирамиды я видела, но на пляже подходили ребята, продавали какие-то экскурсии. Не знаю, насколько далеко, то есть я не буду врать, но я спрашивала, что перелет Шар-Майшейх-Каир, Шар-Майшейх-Александрия, все это возможно. То есть в Каир все-таки пускали, несмотря на то, что там больше заболеваний, чем в среднем по стране. Ты летишь туда на свой страх и риск. Ты понимаешь, что там больше шансов поймать вирус, но если ты знаешь, чем рискуешь, ты выбираешь, рискуешь или не рискуешь. Ну в целом, вот если взять те определенные неудобства, которые пришлось пережить, они совершенно не омрачают отдых? Я не видела неудобства. Единственное неудобство это... Ну тест, тест. Тест? Возможный карантин, опасения, тревожность. У меня была вот тревожность как раз по поводу только теста. Небольшая, но все-таки был шанс, что вдруг, вдруг что-то не так пойдет. По поводу маски в самолете вообще все равно. Я смотрела свои фильмы. И по поводу теста мне было немножко щекотно. То есть это было щекотно, смешно и... Но в целом отдохнуло хорошо. Очень. Ну мы рады за тебя. Спасибо. И завидуем белой завистью. Ирина Шибридов была у нас в гостях. Спасибо. Спасибо. Спасибо.